Догадался провести перфотикулярно. Смотрите, если мы посмотрим на вот эти два угла, то они в сумме дают 90 градусов. Согласны? Отлично. Но! Здесь тоже треугольник. Они в сумме дают 90 градусов, здесь тоже треугольник треугольник. Значит, это будет, чтобы 90 тоже такой же угол. Значит, по форме вот этот треугольник абсолютно такой же, как весь большой. Правда вопрос. А он как, по площади в 5 раз меньше или нет? Давайте я объясню, почему он действительно по площади в 5 раз меньше. Для этого, посмотрите, какая важная вещь. Вот этот отрезок единый, а вот этот отрезок сколько? 2. Это гипотенуза в таком треугольнике. Все размеры в 2 раза больше, а значит площадь в 4 раза больше. Теперь рисую на картинке. Надо вот это вот, про средние линии, показать здесь. На самом деле я это могу. Вот так вот горизонтальный отрезок провожу. Так вот провожу параллельно, значит здесь будет 90 градусов, здесь будет 90 градусов. И здесь провожу параллельно, значит здесь будет 90 градусов. Ну, соответственно, если здесь параллельно, и здесь 90, значит здесь будет 90. ребята эти четыре треугольника одинаковые потому что я это уже объяснял это средний линии что они все четыре одинаковые вот например у этого треугольника есть гипотенуза длины 1 его этого они одинаковые а раз все эти четыре одинаковые это такой же то мы решили задачу разрезали наш треугольник на 5 конкурентных частей согласны отлично